Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Как и всегда, разбираем основные события финансовых рынков и то, как они влияют на ключевые инвестидеи, которых мы с вами придерживаемся очень долгий период времени. Сегодня попробуем наверстать, скажем, новостной фон в плане анализа последних дней прошлой недели, поскольку, как я и отмечал, был вынужден, собственно, отсутствовал. И сегодня мы попробуем вкратце пробежаться по основным отчетам на первую четвергой и пятницу. Ну и, конечно же, больше, может быть, акцент и больше внимания уделим тем событиям, которые грядут, потому что текущая неделя, мягко говоря, будет очень жаркой. Я надеюсь, друзья, что вы все уже ознакомились с содержанием экономического календаря и посмотрели, на что уже нужно обратить внимание. Если вы этого еще не сделали, пожалуйста, сделайте, вы будете просто поражены тем фоном, который грядет в плане событий, способных оказать существенное влияние буквально на весь спектр финансовых инструментов. На этой неделе у нас сразу же несколько заседаний центральных банков. Банк Японии, собственно, можно сказать, что это событие по значимости, важности отчетов открывает неделю. Это событие мы с вами будем разбирать в ходе завтрашней торговой сессии. В среду у нас подготовка к Non-Farm Perils. Эта подготовка начинается через выход данных по EDP, то есть состояние американского рынка труда, которое, как вы знаете, является одним из основных ориентиров, точнее статистика прогресса этого сектора американской экономики, ориентируем для Федрезерва в вопросе, касающемся процентных ставок. Также в среду нас ждут данные по индексу АСМ, производственной активности, и по индексу АСМ касательно разгона инфляции. Что касается Федрезерва, безусловно, также заседание двухдневное. Начинается оно завтра, в среду. Мы подводим итоги, смотрим за тем, что происходит с процентной ставкой, и смотрим и оцениваем риторику представителя американского регулятора относительно того, остаются ли они еще приверженцами курса, который направлен на последовательное ужесточение монетарной политики. В четверг, друзья, у нас Банк Англии, собственно, суперчетверг нас ждет, поскольку это и заседание британского регулятора, это решение по процентным ставкам по объему выкупа активов, прогнозы по инфляции, по экономическому росту, распределение голосов, возможно, даже это самый важный момент. Хотя, кто знает, мы с вами очень долго ждали авузовское заседание, собственно, британского регулятора. Вот оно уже наступило. Вы помните, как много времени когда-то было для него, сейчас уже до этого события рукой поддать. И кто знает все-таки, какое решение будет принято Банком Англии. Мы будем возвращаться к этому вопросу на протяжении всей недели. Но если, скажем, кто-то из вас уж совсем является преданным участником брифингов, то помните, как свято, собственно, я видел, что британский регулятор должен поднять процентные ставки. На основании этого я не раз в этом году строил идеи, которые предполагали покупки британской валюты. Вот несколько раз серьезно обжегся, потому что даже несмотря на, казалось бы, наличие аргументированной позиции, все-таки трейдеры и, в конце концов, сама британская валюта никак не росла и, более того, продолжала развивать нисходящую динамику. И в результате мы сейчас по британцу вместо ожидаемого уровня, как я лично прогнозировал, должны были находиться уже выше отметки 1.35. Тем не менее, на текущий момент мы видим то, что таким магнитом для пары фунт-доллар по-прежнему вступает поддержка 1.30. Ситуация, конечно же, может измениться в моменте внезапного решения касательно процентных ставок. На фоне того колоссального негатива, который скопился вокруг британской экономики, вокруг фунта, может в моменте развернуть текущую тенденцию и поспособствовать, скажем, росту британца против доллара, такому росту, который мы с вами не видели очень давно. Но даже если это произойдет, друзья, те из вас, кто находятся в длинных позициях, я только хочу пожелать вам удачи, потому что я лично не то чтобы, конечно же, мне хочется поучаствовать в этом ралли, но я не хочу третий раз подряд наступить на одни и те же грабли, опять же, поверив в решительность британского регулятора, столкнувшись с позицией того, что еще нет условий для этого, и вместо, опять же, роста видит распродажи, находясь в длинных позициях, но я рынку, пожалуй, не буду давать возможности обыграть себя, опять же, третий раз подряд. С вашего позволения я сохраню статус для себя стороннего участника, но в то же время буду для вас проводить оценку и анализ того новостного фона, который сложится. Замыкать неделю у нас будут Non-Farm Parals, целый блок статистики, это уровень безработицы, количество новых рабочих мест, темпы роста зарплатных плат. Собственно, мы проанализируем и решение Федеризерова по процентной ставке на этой неделе, и после выхода очередного блока статистики по состоянию рынка труда США будем готовиться уже к следующему заседанию американского регулятора и, собственно, к сентябрьскому заседанию, когда, как вы помните, ставки должны быть подняты. Напоминаю, что два потенциальных серьезных шага, которые могут, в конце концов, привести к еще большему росту американского доллара, это два решения по ужесточению политики, которые мы ожидаем в сентябре и в декабре. Конечно же, нужно констатировать то, что время действительно неумолимо движется вперед. Вот мы говорили когда-то об этих важных событиях в плоскости того, что они когда-то там впереди, маячат, мы их когда-то дождемся, и они повлияют на финансовые инструменты. Но вы лично сейчас можете убедиться в том, что эти события уже не так далеки, эти события фактически на повестке ближайших недель. Поэтому наше внимание к тому, что происходит на площадках, должно сейчас характеризоваться, может быть такой небывалой внимательностью. Мы должны оценивать детально то, что происходит, как менять настроение. Я буду стараться это делать. Друзья, единственная просьба, не пропускайте брифинги, которые, как и всегда, проходят у нас неизменно в одно и то же время. Перископе в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. Те, кто не может присутствовать в прямом эфире, конечно же, доступна запись на нашем канале на YouTube. Также не игнорируйте эту возможность. Пропустили брифинг, посмотрите запись. Я не призываю вас торговать и действовать конкретно, как я говорю, по валютным инструментам. Но я хочу, чтобы вы были точно осведомлены о тех событиях и том на властном фоне, которые окружают отдельно взятый актив и, соответственно, регион, который стоит за этими инструментами. Ну а теперь давайте чуть подробнее начнем мы с нефтянки. 74, 73. Фактически мы рядом с сопротивлением 75 долларов за баррель. Можно сказать, это такая локальная, если уж не психологическая, то уж точно круглая обхладка. И, возможно, трейдеры, пользуясь той новостной поддержкой, которая сложилась, сейчас тащат бренд именно к этому уровню. Может быть, медведи опять же смирились с тем фактом, что нужно дать дорогу, возможность немножечко отыграть потери покупателям, а потом уже, собственно, к игре подключатся и они. Сразу хочу, друзья, предложить сделку. Возможно, этот уровень придется подождать. Неделя, собственно, только начинается. В этом мы сегодня будем наблюдать за каким-то динамичным движением, потому что все-таки торговая сессия понедельника всегда довольно вялый день. Но сделаю также тут же ремарку, что новостной фон крайне насыщен. Поэтому, кто знает, как трейдеры начнут готовиться заранее к этим событиям. В общем, по ОМ нефти предлагают сделку с LIMIT 75.50. Соответственно, как только мы доберемся до этой планки, я думаю, что вероятность коррекционной динамики существенно возрастет. Что сейчас толкает котировки вверх? Я думаю, что вы в курсе, опять же, главного новостного события для рынка нефти конца прошлой недели. Это перебой, можно даже сказать, приостановка поставок через, опять же, пролив Красного моря, поставок из Саудовской Аравии. Саудовская Аравия винит во всем Иран. Иран обостряет ситуацию, потому что, хочешь не хочешь, но мы-ка рано будем возвращаться касательно рынка нефти. Сейчас все больше и больше. Ну, во-первых, потому что они в моменте сейчас фигурируют в самом интересном фундаменте, который касается перспектив нефти. Ведь через пролив, опять же, Красного моря, можно сказать, экспортируются и транзитируются около 5 миллионов баррелей в сутки. Ну, это, наверное, даже больше 10% всех морских поставок, мировых поставок нефти. Я не знаю, как будут обстоять дела дальше, но если мы вынуждены будем возвращаться к этому фундаменту, конечно же, вы понимаете, что все тут же будут отыгрывать его как риск недопоставок, риск потенциального дефицита на глобальном рынке. Но, уверяю вас, друзья, недолго, собственно, мы будем работать с этим фундаментом, потому что транзит через этот пролив имеет крайне важное стратегическое значение, поэтому думаю, что ситуацию удастся взять под контроль чуть ли не в самые ближайшие недели. К Ирану мы действительно будем детальнее возвращаться по мере, опять же, приближения осени, начала действия новых санкций со стороны США и того, как они повлияют на объемы поставок. Будем также следить за тем, как США будут давить на партнеров Ирана, на ключевые нефтяные компании мира. Средства и инструменты воздействия их мы знаем, это постоянные угрозы в том, что эти санкции могут начать распространяться и на отдельно взятые компании. То, что США могут накладывать санкции, жесткие рестрикции, опять же, это ни для кого не секрет, это уже, можно сказать, мировая практика, которая известна всем. Вот поэтому и сам факт опасений того, что поставки из Ирана могут пройти серьезно, он в какой-то мере, эти опасения действительно актуальны. Напоминаю то, что из Ирана сейчас в Иране добывается около 2,5 миллионов, точнее экспортируется 2,5 миллиона баррелей нефти в день, это серьезная цифра. И есть опасения, что этот экспорт может захотиться на 500 тысяч, но будем смотреть, как на самом деле. Фактор поддержки, возможно, можно сказать еще и про запасы, которые вышли в минувшую среду. Запасы нефти скотились на 6,7 миллиона в США, но статистика такая непостоянная. Я думаю, что если уж этот отчет и выступил поддержкой, то уже полностью был отыгран в том, что происходит на рынке нефти. А вот что касается негативных факторов, они тоже есть, и по значимости, как вы понимаете, я даже делаю на них традиционно большую ставку. Даже можно опустить статистику Бейкер-Хьюз, количество негативных терминалов. Стоит обратить внимание на комментарии министра энергетики Российской Федерации, который, в принципе, повторил ту позицию, которой придерживались мы, что рост нефтедобычи странами ОПЕК+, все же будет более существенным, чем прогнозировалось ранее, чем оговаривалось и, собственно, сам Новак уже называет цифры, больше чем 1,2 миллиона баррелей до производства странами-участниками энергетического пакта. Я не сомневаюсь, что нефти будет добываться больше, потому что все мы помним, насколько активны были участники этого пакта в плане инициативы того, что нужно уже в меньшей степени придерживаться договоренности, потому что, как ни крути, большинство из них явно переживают за те потери, которые несут их национальные инициативные сектора, и переживают за то, что те объемы, которые за счет сокращения в этих государствах практически высвобождаются, а с рынка компенсируются другими производителями, точнее, одним основным производителем – это США. В общем, перераспределение долей, друзья, уже несколько недель назад позволило нам говорить о том, что рынок черного зоопатически на грани избыточного накопления запасов. Я думаю, что к этому риску мы, в конце концов, будем возвращаться вновь и вновь. Поэтому я сейчас предлагаю все же уделить внимание тому фону, который может быть оптимистичным, позитивным для рынка нефти в моменте. Поэтому я предложил вам продавать прямо не сейчас нефть, а все же дождаться еще небольшого роста и уже с отметки 75.50 действовать по бренду. Евро против доллара. Пятницу мы завершили. Фактически в пятницу лоум был зафиксирован на отметке 1.16.19. Основные распродажи евро пришлись на четверг. К сожалению, у меня не было возможности с вами в моменте проанализировать, что было достигнуто в плане решений Европейским центральным банком на очередном заседании. И по факту выступления уже драги. Но думаю, что те из вас, кто хотел, опять же, разобраться на основном фоне, это уже сделали. Думаю, что нет смысла сейчас уделять достаточно много времени этому фундаменту. Я лишь отмечу, что, как ни крути, но риторика драги все же оказалась определяющей. Это риторика, которую, как ожидали, была направлена на еще один акцент на важности мягких экономических стимулов для экономики еврозоны. Драги, да, говорил о том, что ситуация в еврозоне улучшается. Но в то же время он также выделил прежние риски, которые были связаны с недостаточным ростом базовой инфляции и риском протекционизма, который все же по-прежнему актуален. Кто-то может сказать, что Европейский Союз практически договорился с США. Это действительно так. Ну, еще, скажем, переговоры продолжаются. Есть только предварительный прогресс. То, что и США, и Европейский Союз осознали, что нужно попытаться найти общий язык, нужно пересмотреть отдельные положения торговых барьеров, торговых ограничений. Они приняли решение действительно создать комитет, который будет заниматься урегулированием вот этих вопросов, которые связаны с внешней торговлей, скажем, вопросов, касающихся сферы торговли. Но как таковых решений еще нет. Да и плюс ко всему, друзья, у нас США и Европейский Союз, это лишь, скажем, два региона, которые мы с вами обсуждали. Все же касательно торговых рисков у нас были другие персонажи. Точнее, США, они действующая сторона вот этого конфликта буквально со всеми регионами. Но в плане рисков мы все же говорили об обострении торговых конфликтов, торговой неопределенностью между Соединенными Штатами Америки и Китаем. И это вот обострение конфликта по-прежнему актуален. Хорошо, что отчасти удалось немножечко смягчить новостной фон в отношении с Европейским Союзом. Но в то же время тот курс, который был подтвержден Драги, Курс, который в конце концов останется адаптивным, Драги так и, собственно, заявила. Если ситуация в экономике ухудшится, то, соответственно, Европейский Центральный Банк будет вынужден снова вернуться к и программе количественного смягчения, возможности ее продления и так далее. Хотя на текущий момент те параметры, которые были обозначены еще на позапрошлом населении Европейского Центрального Банка, точнее планы, свернуть программу количественного смягчения, они по-прежнему актуальны. Европейская валюта, уверен, будет испытывать дальнейший прессинг. Поскольку с политикой ЦБ уже более-менее все понятно, остается только еще вернуться к доллару, который, судя по всему, имеет по-прежнему достаточно причин для роста. И этих причин стало на прошлой неделе еще больше. По евро-доллару предлагаю сделку селлимит 1.1720. Что касается доллара и японской иены, то, наверное, не будем сейчас детально останавливаться на статистике. В целом скажу, что заявки на пособие по безработице, основной настрой расходов на личное потребление, мичиганский индекс, это все хорошие, сильные отчеты. Но, пожалуй, важный акцент, самый важный релиз, который вышел на прошлой неделе, это темп экономического роста за второй квартал. И они оказались настолько классными, что даже я, опять же, будучи оптимистом и человеком, который считает, что американская экономика сейчас в очень хорошем состоянии, не ожидал увидеть таких цифр. 4,1% фактически рос с 2,2%. Это лучшее значение максимум с третьего квартала 2014 года. И на основании этих данных Трамп, Белый дом администрации, Трампа в пятницу, потому что сделала такую громкую конференцию, читавшись о том, что сейчас происходит с экономикой. В частности, Трамп в большей даже степени действовал себе за то, что ему удалось уже фактически удвоить темп экономического роста. И сделал он это примерно на 10 лет раньше, чем все те, кто предшествовал ему на этом посту. И все благодаря тем амбициозным реформам, которые он, в конце концов, реализовал, несмотря на такое количество противников, начиная от налоговой реформы и, собственно, заканчивая реформой агрессивного бюджетного стимулирования. Собственно, по версии Трампа, то, что сейчас происходит с экономикой, это не исключительность, это не что-то выходящее из ряда вон, это не случайность, это новая реальность. Поэтому, по его ожиданиям, темп экономического роста продолжит расти. И в ближайшие, собственно, несколько лет, он говорил, конечно же, более ранней о перспективе, США удастся выйти по темпам экономического роста, скажем, на показатели лучше за последние 13-15 лет. Также он говорил и про уровень безработицы. Вы знаете, что он остается на минимумах, собственно, за последние 18 лет. Может быть, опять же, ситуация на рынке труда, это и есть основной ключ к тому, что происходит в экономике, потому что, действительно, темпы роста зарплаты увеличиваются, количество новых рабочих мест тоже растет, занятость также сейчас находится на, скажем, уровнях, которые мы не видели очень много лет. И это все стимулирует потребительскую активность. И, в конце концов, друзья, и является потреб-активность основным катализатором для темпов экономического роста. В частности, Трампу удалось простимулировать потребителей до, скажем, уровней, которые также мы не наблюдали уже более 10 лет. Активность потребителей выросла за последние несколько кварталов в 4 раза. Я думаю, что это о многом говорит. Доллар, почему он не растет против иены? Я прямо предлагаю, друзья, сделку Балимит с уровня 110.50. Я отмечу, что единственная причина, по которой сейчас доллар не растет, это неясность с монетарной политикой Банка Японии. Но в ближайшие несколько дней, точнее уже завтра, мы проясним этот вопрос. Очень много сейчас на рынке трейдеров, которые считают, что те слухи, которые появились на площадках недели назад о том, что Банк Японии может также начать ужесточать монетарную политику, многие трейдеры считают, что эти слухи были взяты не на пустом месте. И, возможно, Банк Японии действительно принят решение о сворачивании программы количественного осмягчения. Ну, конечно же, не полностью, а какой-то небольшой, скажем, эквивалент той суммы, которая действует сейчас, я понимаю, что это 80 триллионов йин в год. И любой шаг, который предполагает ужесточение политики, тут же станет причиной перекоса в доходностях японских облигаций, американских облигаций. И, может быть, друзья, очень, скажем, локально ставку сделают на японские бумаги, что, в конце концов, приведет к еще большему укреплению японской валюты. Однако же, если завтра решений не будет, то у доллара будут все козыри на руках, чтобы, уже нивелировав риски для себя, вернуться еще раз к осмыслению той статистики, которая вышла на прошлой неделе, и получить, возможно, опору еще в текущем заседании Федрезерва и данных по рынку труда. В общем, потенциал роста сохраняется. Сделка 110.50, байлимит, я думаю, что может принести свои плоды. По фунту негатив в отношении Брекзита крепчает. Европейский Союз отклонил все предложения, которые были сделаны в Великобритании. Теперь опускаем политическую тему и, собственно, делаем больше акцент на заседание Банка Англии. Это в этот четверг, друзья. Я думаю, что в ходе последующих торговых сессий мы больше вернемся к этому фундаменту. Но если вы сейчас, собственно, присматриваетесь к тем уровням, с которых можно действовать, я бы все же попробовал рискнуть уже с точки зрения негатива фунта. И несмотря на присутствующее ожидание того, что Банк Англии может повысить процентную ставку, попробовать отработать этот сценарий от обратного через продажу, собственно, британца с отметки 1.3150. Но вот почему-то совсем я сейчас против фунта, потому что много было аргументов для того, чтобы эта валюта выросла. Однако британская валюта по-притежнему находится под давлением и игнорирует практически любой, даже незначительный позитив, который появляется. Возможно, сейчас и ожидание по процентной ставке. Мы уже с вами могли неоднократно убедиться, что из-за того, что очень сильно возросла неопределенность по Брезиду, мы рассчитывали на более-менее быструю победу и выход из этого тупика. В итоге переговоры затягиваются, и следующий уже раунд, этап переговоров, состоится в середине августа. То есть времени еще очень много, и вот этот негатив по Брезиду может сдержать все-таки Банк Англии, заставить его сдержаться от повышения процентной ставки. Я думаю, что вряд ли после такого решения фунта окрепит. Поэтому я все же присматриваться рекомендовал бы к продажам. Доллар канадец. Сделали мы с вами цель. Поздравляю, друзья, тех, кто прислушался к тому, что говорил. Уровень 1.30-1.50 пал, даже забирались ниже. Предлагаю пока из этой валютной пары, как и уже было отмечено ранее, выйти. Не рассчитывайте пока что на еще большую просадку. Посмотрим затем, как поведет себя доллар дальше, и уже после этого будем обозначать новые торговые идеи. По Австралии ждем 0.73, 90 пунктов остается до этого уровня. Надеюсь, что по мере роста доллара в этот раз австралийцы будут более под серьезным прессом, чтобы пропустить американцев вперед и позволить нам заработать также и на австралийцах. По Новозеландцу байлимит с отметки 0.67,50. Все же я считаю, что резервный банк Новой Зеландии будет среди центральных банков в океане первым, кто обозначит возможность для ужесточения политики. Все равно я продолжаю верить, что последние сильные данные по инфляции в конце концов повлияют на решительность Новозеландского центрального банка. Друзья, на этом собственно все. Увидимся мы с вами уже завтра, как и всегда в прямом эфире через перископ в 9.30 по московскому времени. Всего доброго, до свидания.